25 декабря состоялось итогово в 2018 году заседание ученого совета Казанского федерального университета под приседательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Заседание уходящего года началось с приятной ноты. Отличившиеся сотрудники вуза получили из рук ректора грамоты и награды. Почетным гостем заседания стал российский ученый-востоковед, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Высоко оценив достижения и результаты сотрудничества с Казанским федеральным университетом, он наградил ректора Ильшата Гафурова медалью имени Игнатия Крачковского за выдающийся вклад в востоковедные исследования. Одно из достижений последних лет это установление тесного сотрудничества с КФУ. Мы очень рады этому, у нас много проектов, мы очень этим гордимся. Для университетского сообщества 2019 год станет дважды юбилейным. КФУ отметит 215 лет со дня своего основания. А Институту международных отношений, которая являлась одним из первых факультетов тогда еще Казанского императорского университета, исполнится 200 лет. Академичность, консерватизм позволяет нам принимать взвешенные решения. Сохранение наших учебных и научных учреждений, прежде всего, говорит о том, что они востребованы. Что касается основной повестки дня, ученый совет рассмотрел две темы, которые станут ключевыми в 2019 году. Год Ивана Симонова в КФУ и то, что университет продолжит вручать премию Лобачевского. Каждый год в КФУ принято посвящать жизни и творчеству какому-либо ученому или творческому деятелю, имеющему прямое отношение к историческому становлению Альма-Матер. 2019 год в Казанском университете будет посвящен астроному и ректору Казанского императорского университета Ивану Симонову. Мне кажется, что вот это большое празднование, 200-летие открытого партия, было бы таким трамплином, чтобы мы показали, что Казанский университет в этом открытии, в семейном открытии, принял такое важное участие. Чтобы поощрить ученых-математиков за труды, открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики, КФУ продолжит традицию вручать престижную премию имени Николая Лобачевска. Данные награды удостаиваются выдающейся математике раз в два года. В 2017 году ее обладателем стал профессор Калифорнийского университета США Ричард Шейн. С определенной периодичностью эти награды будут вручаться, но говорили тогда один раз в два года. Сумма времени здесь в прошлый раз была 70 тысяч, и понятно, что это было связано с юбилейной датой. В этом году предлагается пока в размере 90 тысяч долларов. Стоит отметить, что 2018 год в Республике Татарстан и Казанском федеральном университете проходил под именем Льва Николаевича Толстого. Ильчат Гафуров дал высокую оценку проведению года Льва Толстого в КФУ. Исследовать наследие классико-университетские ученые продолжат в специальном научно-образовательном центре. Данный центр является совместным проектом Казанского федерального университета с мемориальным и природным заповедником музея-усадьба Льва Николаевича Толстого и Ясная Поляна. На повестке дня также стояли темы, которые требовали широкого обсуждения. Вопросы, связанные с избранием на должности. Стоит отметить, что в 2019 году изменения ожидают организационную структуру и Лаборского института КФУ, и Институт вычислительной математики и информационных технологий, на базе которого планируется запустить учебно-научную лабораторию по цифровизации медицины. Завершая итоговое заседание ученого совета, проректор по финансовой деятельности Райса Мулакаева представила статистику средней заработной платы профессорско-преподавательского состава. По представленным данным прогноз средней зарплаты на 2019 год составит 69 872 рубля. Разница по плану на 2017 год составила 7440 рублей. Ученым советом было поддержано предложение о разделении премиальных выплат на две части. Первая из них 0,5 от оклада будет выплачена всем без исключения сотрудникам профессорско-преподавательского состава. Оставшиеся средства распределят в зависимости от результатов внутриуниверситетского рейтинга института в январе 2019 года. Диана Шилова, Леонард Давлетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.